Привет, друзья! Меня зовут Борис Суворов, я руководитель студии музыкального маркетинга AppSound. Продолжаем цикл роликов о музыкальном маркетинге. В этом видео мы поговорим о комьюнити менеджменте, что это вообще такое, чем это может быть полезно для вас, как для артиста. И косвенно ответим на вопрос, что же делать, если у вас есть хорошая музыка, нет хитов, или может быть в вашем жанре хиты в принципе не предполагаются, но вам хочется этим заниматься, этим зарабатывать, и каким образом можно собрать первый концерт и дальше двигаться в этом направлении. Давайте начинать! Сразу скажу, что это видео не претендует на полное руководство по комьюнити менеджменту, скорее это такая обзорная экскурсия, чтобы вы поняли вообще возможности, что есть такая сфера, что в этом можно развиваться, какие результаты можно с этого получить, и дальше уже пошли более глубоко изучать этот вопрос, практиковаться. В конце я порекомендую литературу, сможете все изучить и более глубоко погрузиться в эту тему. Что же все-таки такое комьюнити менеджмент? Это построение лояльного сообщества вокруг вас, вокруг вашего бренда, группы или артиста, коллектива. Если говорить проще, это формирование аудитории, которое в дальнейшем вы сможете каким-то образом монетизировать, продавать билеты на концерты, продавать вашу музыку, продавать ваш мерч. Те люди, которые будут участвовать в ваших обсуждениях, в ваших конкурсах, которые вы в том числе сможете продавать рекламодателям. Вот каким образом это все делается, мы и об этом поговорим в этом ролике. Для кого комьюнити менеджмент не так важен, кто в принципе может обойти его стороной и не сильно от этого пострадать? В первую очередь это артисты, основная аудитория которых и основной заработок которых – это корпоративы. Для них это будет не столь полезно, то есть это возможно какие-то кавер-группы, возможно какие-то поп-артисты, которые в принципе сами собрать не могут, но при этом у них большое количество корпоративов. Если же вы планируете собирать по билетам, продавать свою музыку через скачивание, стримы, то эта история для вас будет более интересна и полезна. Сейчас хотел бы поговорить вот о чем. Как выглядит уже сформированное сообщество, как это физически проявляется. Представьте, вы публикуете информацию о концертах, и большая часть билетов у вас тут же покупают, вы публикуете какой-то пост в соцсетях, видите, большое количество обсуждений, комментариев, у людей достаточно сильная эмоциональная связь с вашим брендом, то есть они как-то себя ассоциируют с вами как с артистом. В сообществе присутствует большое количество горизонтальных связей, то есть люди общаются между собой, обсуждают, может быть даже встречаются без вас, на каких-то тусовках, обсуждают вашу музыку. Вот в двух словах хорошо сформированное сообщество выглядит примерно таким образом. Поговорим о том, какие основные инструменты комьюнити менеджера, основные концепции существуют, и каким образом в принципе это сообщество формируется. Я подсмотрел эту концепцию в книге Влада Титова, которая так и называется, «Комьюнити менеджмент». Я дам ссылку на эту книгу в описании к ролику, сможете скачать, купить, скачать и прочитать. По сути их два – это внимание и признание. То есть это основополагающая концепция, из которой вытекают различные техники, методики, инструменты. Но в основном вам придется сталкиваться с тем, что давая людям внимание и признание, давая его в большом количестве, уделяя этому время, тратят на это ресурсы, вы постепенно будете получать, накапливать этот ресурс, получать обратную связь от людей и формировать сначала ближайшее, самое небольшое активное ядро сообщества. И потом все больше и больше таких слоев вы сможете таким образом сформировать и сообщество таким образом формировать и развивать. В принципе, все мы более-менее представляем, что значит внимание к человеку. То есть это уделение некого количества времени, некого количества ресурсов на то, чтобы как-то прокоммуницировать с этим человеком. Или показать сообществу, что такой человек существует, вот он, посмотрите. Признание – это признание каких-то качеств, каких-то заслуг, каких-то интересов, то есть некое вдохновение человека, чтобы он в этом сообществе чувствовал себя нужным, ему было приятно, комфортно туда возвращаться, общаться, и он чувствовал какую-то причастность к артисту, к музыке, к остальным людям в этом сообществе. Ему хотелось как можно чаще с этим контактировать, коммуницировать, и он в эту веру впоследствии сможет обращать и других людей, друзей, знакомых, расширяя таким образом базу лояльных слушателей уже не вашими силами, а собственными. Итак, отчасти теоретической, перейдем к части практической. Поговорим о том, что делать, чтобы это сообщество формировать. Пройдем по шагам весь путь от непосредственно создания точек контакта, то есть тех мест, где люди будут общаться, где вы с ними будете общаться, до развития и масштабирования всей этой истории. Шаг номер один – это создание сообществ. Шаг достаточно очевидный, скорее всего, у вас они давно уже есть, может быть, уже даже заброшены. Какие вопросы могут возникнуть? В каких соцсетях более или менее эффективно строить комьюнити? На самом деле универсальных советов тут нет. В принципе, во всех современных социальных сетях есть возможности для комментариев, для шеринга, для лайков. То есть, в принципе, базовый функционал везде плюс-минус одинаковый. Возможно, чуть особняком стоят мессенджеры. Тут можно отталкиваться от двух концепций. Первое – понимание, где больше вашей аудитории и в первую очередь уделять время именно этим площадкам. Это такой подход более рациональный. К примеру, вы исполняете музыку в стиле шансон, к примеру. Вполне возможно, что в вашем случае наиболее целесообразным будет тратить время на площадку Одноклассники. Даже если она вам не нравится, вы можете пойти этим путем от аудитории. Второй вариант – это от себя. То есть, вы всегда сидите, к примеру, ВКонтакте. Вам все равно, сколько там аудитории. В принципе, тоже подход. Скорее всего, вы найдете людей, которые слушают, которые нравится ваша музыка, даже если их не так много в этой сети. При этом не всегда очевидно, какой подход сработает лучше. По моему опыту чаще работает вариант, когда выбираете близкую для себя сеть, даже если там людей меньше. Все-таки психологический барьер, он, конечно, может сильно мешать процессу. Итак, вы определились с соцсетью, создали сообщество, начали даже публиковать какой-то первый контент, создавать. Но очень быстро вы понимаете, что активность низкая, особенно лайкать, комментировать в ней некому. Как же быть в этой ситуации? Покупать ботов – это достаточно неэффективная история. Что же делать? Существует несколько вариантов, что можно делать в такой ситуации. Во-первых, можете прибегнуть к людям, кого вы уже знаете лично, то есть это друзья, возможно, у вас уже есть какие-то лояльные слушатели, и вручную их пригласить в сообщество и дальше активировать их внутри этого сообщества с помощью техник-методик, которых я расскажу чуть позже. Другой вариант – сделать какую-то небольшую рекламную кампанию, т.е. таргетированной рекламе в зависимости от соцсети. Если ВКонтакте, вполне таргетированная реклама – очень хороший инструмент. Вы делаете несколько постов, запускаете таргетинг, может, даже на определенный город. К примеру, вы живете в Москве, запускаете по Москве на нужную вам аудиторию, настраиваете, о том, как ее настраивать, это, конечно, отдельная история. Получаете первых, не обязательно это должно быть много, 20, 30, 50, 100 подписчиков. И уже с этими подписчиками вы можете далее работать. Итак, вы проделали этот шаг, у вас уже есть какая-то, пусть очень небольшая, аудитория в сообществе, которая первое время еще не остыла, но еще не очень активна. Что делать дальше? Продолжаем публиковать контент и создаем таблицу, куда заносим людей, которые как-то с этим контентом взаимодействовали. Т.е. они поставили лайки, они сделали репосты или комментарии. В первую очередь интересны, конечно, вторые и третьи, то есть те, кто сделал репосты или написал комментарии под постом. Что это за таблица и как она выглядит? Таблица – обычный документ в Excel или в Google таблицах. Поля следующие – имя человека, имя, фамилия, ссылка на его аккаунт в социальной сети. Можно в двух словах описать его увлечение, то есть пройтись по его увлечениям и понять, что в принципе интересно этому человеку и на дискуссии в каких темах, на посты в каких-либо темах можно его звать, привлекать в комментарии, упоминать в постах, чтобы это было релевантно и интересно этому человеку. И еще одно поле – шкала вовлеченности. Обычно делаем от 1 до 10, вы можете поставить меньше, от 1 до 5. Сейчас объясню, зачем это нужно. Т.е. это просто числовое значение, к примеру, начинается все с единички, т.е. человек поставил один вот лайк. Далее вы активируете этого человека, т.е. в этом же посте, к примеру, вы можете упомянуть его, задав какой-то уточняющий вопрос. К примеру, если вы публикуете трек, вы можете спросить, какую еще музыку слушает человек. О том, стоит ли делать это со страницы артиста или это должен делать отдельный менеджер, об этом поговорим чуть позже. в двух словах, чтобы вы понимали механику. Если человек откликается на этот вызов и как-то вовлекается в обсуждение в ваше сообщество, вы ему добавляете балл. И так, вовлекая его пост за постом, вы активируете его до десятки. И после того, как вы это сделали, у него уже 10 из 10, то вы можете переходить к следующему, а его вовлекать время от времени, возможно уже не так часто, скорее всего, он уже сам будет проявлять какую-то активность. Но важно тоже его не забывать, особенно если тема обсуждения очень круто подходит к этому человеку. Скорее всего, за это время вы уже успеете с ним неплохо познакомиться, понять, что это за человек, что ему интересно. и очень целевые комменты в обсуждении посты сможете его звать. Еще один совет. Сразу при добавлении человека в таблицу вы можете сразу добавить его в друзья. Возможно пообщаться в личке, то есть можете в личке поблагодарить человека за то, что он сделал репост или о чем-то спросить, основываясь либо на его комментарии, либо на каких-то увлечениях его страницы, либо на основе того материала, который он репостнул к себе на стену. Поинтересуйтесь искренне человеком, он скорее всего ответит вам взаимностью. Люди, конечно, бывают разные, можно столкнуться с каким-то негативом, тоже такое бывает, но в целом в большинстве ситуаций вы будете довольны общением.